Добрый день, уважаемые саровчане! Сегодня 15 октября, четверг. Одну неделю мы с вами не встречались. И сегодня я предлагаю вам проанализировать наши новые цифры по коронавирусной инфекции, поговорить о заболеваемости для того, чтобы объяснить вам ситуацию, для того, чтобы мы могли ее оценить достаточно правдиво, реально, с настоящими цифрами, но без лишней паники. Итак, на сегодняшний день нарастающим итогом 2308 всего зараженных больных в городе. Давайте немножко сразу поговорим, что такое больных, что такое зараженных. У вас, так же, как и у нас, должно быть полное понимание, что те, кого мы записываем в разряд больных, это те лица, у которых либо лабораторно, либо клинически по компьютерной томографии подтвержден диагноз коронавирусной инфекции. Мы видим, что всего у нас выявленных инфицированных в городе 2308 человек на сегодняшнее утро. И таким образом за весь период наблюдения у нас от общей нашей численности города примерно мы говорим о том, что мы выявили у двух процентов населения заражение. Если мы посмотрим на эту же картину по Нижегородской области и по России в целом, то мы видим, что там картина несколько иная. Там порядка одного процента реально выявленных лиц, инфицированных, зараженных коронавирусом. Причем выявленных именно в тот момент, когда они его выделяли, или у них была клиническая картина. Но все прекрасно понимают, что при всех острых респираторных вирусных инфекциях часть заболеваний переносится людьми на ногах, малосимптомные и бессимптомные не замечаются. И на самом деле переболевает иное количество лиц. Или переносят, или встречаются с этой инфекцией. Так или иначе ее проходят. И на выходе имеют тот или иной уровень антител, который говорит о том, что организм встретился, отреагировал и запомнил эту инфекцию. Для этого проводятся эпидемиологические исследования. Эпидемиологические исследования, проведенные выборочно в городах Российской Федерации, показали, что на сегодняшний день по тем или иным регионам достаточно большой разброс. Но тем не менее этот разброс дает нам понимание, что от 15 до 20% населения встретились с вирусом. И если бы у нас было с вами тотальное обследование всех абсолютных лиц, то они бы вот на том или ином этапе попаялись. То есть мы фиксируем, сравните, 15-20% и 1-2%. Мы фиксируем только верхушку айсберга от огромного количества лиц, являющихся на самом деле инфицированными и в той или иной мере переносящих эту инфекцию в своем организме. А дальше встает вопрос, нужно ли их всех фиксировать и нужно ли их всех лечить. Вот тут мнения у людей разные. А у медиков одинаковые. Нужно понимать, что если мы уже такого человека обнаружили, и у него есть какие-то симптомы, то, конечно, надо его взять на учет. Конечно, нужно к нему бережно относиться, лечить его, оказывать ему помощь. И всех, кто находится вокруг него, кто мог быть зараженным, тоже выносим в разряд контактных. И тогда становится понятно, что чем выше охват тестирования, тем больше мы можем выявить инфицированных людей. И понятно, почему по некоторым регионам заболеваемость несколько выше. Министерство здравоохранения дает нам, как показатель охвата тестирования, достаточный для выявления реально болеющих людей, 150. Этот показатель рассчитывается на 100 тысяч населения за последние 7 дней, ну, в среднем за один день. И вот этот 150 норматив, его обязательно нужно достигать. И на самом деле он, конечно, уже гораздо выше. Среди лидеров у нас идет Москва и Московская область. Там работает огромное количество лабораторий, как бюджетных, так и внебюджетных, коммерческих. Достаточно большой уровень тестирования у нас во многих городах. Но все-таки, если сравнивать, ведь вот люди пишут и спрашивают нас, что же такое представляет из себя город Саров, что мы выявляем здесь инфицированных гораздо больше, чем иногда по всей Нижегородской области. В чем дело? А вот дело как раз в охвате тестирования. Если бы мы тестировали только лиц, у которых есть симптомы заболевания, так как это делается во всех медицинских учреждениях нашего Нижнего Новгорода, тогда и уровень тестирования был бы другой. Количество заболевших. Но у нас в городе мы пошли дальше. Вы знаете, что у нас большое количество людей, которые приехали из командировок, вернулись из частных поездок, из отпуска, из различного рода поездок, возвращающихся, чувствующих себя превосходно, обращаются на самом деле, и им делают анализы, и среди них мы тоже находим лиц инфицированных, которые просто бы не попали и остались бы вот той подводной частью айсберга, такой же, как на территории всей Российской Федерации, всей Нижегородской области. Поэтому, возвращаясь к цифрам, охват тестирования при нормативе в 150 в Нижегородской области на самом деле намного выше, и составляет 340 на сегодняшний день. Но в Нижнем Новгороде, Сарове на сегодняшний день он составляет 550. 550 анализов в день из расчета на 100 тысяч населения. Если его увеличить в два раза, мы количество лиц инфицированных будем находить больше. Нужно это или нет? Ну, для нас в чем польза от этой ситуации? В том, что эти лица инфицированные, во-первых, сами знают и не выходят у нас на работу, и не заносят у нас в большие коллективы, в том числе и детки в детские коллективы, инфекцию. Во-вторых, они вовремя начинают получать медицинскую помощь. И, соответственно, количество тяжелых форм и смертельных исходов у нас гораздо ниже. Давайте сравним эти показатели. У нас количество смертельных исходов в процентном отношении от всех выявленных заражений в Российской Федерации, а точно так же и в Нижегородской области, составляет на сегодняшний день 1,7%. То есть 1,7% от всех выявленных случаев заболевших – это лица, которые, к сожалению, уходят из жизни по причине коронавирусной инфекции. У нас в Сарове этот показатель составляет 0,4%. То есть это фактически в 4 раза ниже, чем в области и в России в целом. Хорошо это? Конечно, хорошо. С одной стороны, это хорошо именно для того, чтобы снижать смертность. И с другой стороны, это хорошо для того, чтобы снижать тяжелые случаи. На сегодняшний день за вычетом выздоровевших и умерших мы понимаем, что вот сегодня, на сегодняшнее утро у нас в активной фазе заболевания болело находится 940 человек. Из них, кстати, 105 детей. И из этих 940 человек только у двух заболеваний проходят в тяжелой форме. Вот сейчас два у нас тяжелых больных лежат в нашей больнице. И еще у 64 человек заболевания проходят в средней степени тяжести. 64 и 2. И вычтите их из 940. Это все оставшиеся, кто заболевания переносит легко. Это не значит, что у них нет симптомов. Симптомы есть. Но они легкие. Они позволяют им вовремя начать лечение и вовремя выздороветь. Поэтому, с одной стороны, нас ругают. Безобразие. Что такое делается в Сарове? Почему такие огромные цифры? Что там у вас случилось? Что за эпидемия? Что за ужас-ужас? А на самом деле у нас ровно такая же ситуация, как на территории области, как на территории Российской Федерации. И, кстати, ровно такой же рост сейчас наблюдается и во многих других странах нашей земли. Именно этот рост способствует и распространению дальше этой инфекции. Мы видим, что с середины сентября коэффициент распространения заболеваний стал выше единицы. То есть он говорит о том, что идет рост. Я сегодня специально на утро посмотрела. Этот коэффициент ниже единицы только на Чукотке и в Карелии. Вот только на Чукотке и в Карелии ситуация лучше. У всех остальных идет прирост заболеваний, ровно так же, как он идет у нас, ровно с такими же темпами. Но с учетом того, что тестирование у нас выше, выявляемость таким образом у нас выше, у нас есть возможность начинать лечение людей на более ранних, иногда на доклиническом этапе, для того, чтобы спасти их жизни, чтобы им стало легче, чтобы лица, кто с ними контактирует, на работе, в коллективе, дома, чтобы таких людей стало меньше и чтобы они, в свою очередь, не заразились. Мы все больше и больше выявляем. И нам все говорят, раз у вас такие высокие цифры заболеваемости, вы вот там еще посмотрите, вы вот здесь еще обследование проведите, вы вот этих еще протестируете. И мы наращиваем, мы работаем, мы тестируем, лопатим и выявляем все больше и больше людей на совсем бессимптомном течении вот этого вот инфицирования. Поэтому я считаю, что совершенно нет никакой паники. У нас нет никакой ситуации, которая отличала бы нас от иных территорий нашей Российской Федерации. и от нашей Нижегородской же области. Я хочу отметить, что выздоровевшие у нас, темп выздоровления у нас даже лучше тоже, чем в Нижегородской области и чем в целом по России. Мы видим, что это спасает и наших медиков, хотя они за счет того, что выявлено больше инфицированных, они у нас нагружены. И на самом деле вот есть еще одно расхожее мнение, что мы специально выявляем большое количество лиц, чтобы загрузить наших медиков, наши лаборатории, чтобы показать нашу хорошую работу, чтобы мы получили за это хорошую зарплату. Но на самом деле сейчас уже вот в пик сезонной заболеваемости ни у кого нет никакой заинтересованности увеличить количество лиц, которые сидят у нас дома. На сегодняшний день, повторюсь, это 940 человек больных. И еще к ним прибавляем 869 человек на карантине. На сегодняшнее утро у нас было таких в общей сумме 1809 человек. И, конечно, в этом абсолютно не заинтересован никто. Конечно, всем хочется, чтобы эти люди получали не только адекватное лечение, но и могли бы быть под постоянным и пристальным контролем, под контролем медиков. Но реально 1809 человек даже обзвонить просто в день невозможно. И отсюда появляется у людей волнение. Я хочу и уровень этого волнения несколько снизить и объяснить, что есть четко разработанные алгоритмы. В какие сроки контактным делается мазочек. Есть понимание того, что контактным также нужно развести постановление. Постановление, если даже будет привезено вам не в день и не на следующий, даже не через два, у вас все равно это постановление на руках будет. И больничный по этому постановлению выписан будем. Волноваться по этому поводу нет никакого совершенно резона. Если есть вопросы, люди пытаются звонить, иногда не дозваниваются, потому что у всех уже работников телефоны разрываются, и ответить на все вопросы невозможно. Но вопросы все одинаковые. Я могу на них ответить сейчас для того, чтобы следующие не звонили. Значит, у нас медики имеют понимание, когда они должны приехать. Если пациент видит, что у него ухудшается здоровье, ждать этого прихода врача не нужно. Вы имеете право вызвать на дом как скорую помощь, так и своего доктора, если вы видите ухудшение ситуации. У нас есть свободный коечный фонд для того, чтобы госпитализировать. При первых признаках ухудшения лиц, у которых будет переход из легкой в средне тяжелую форму заболевания. У нас есть лекарства симптоматические, и есть лекарства сильно действующие, и есть все аппараты, которые обеспечивают кислородом для того, чтобы лечить в том числе и тяжелых. И у нас есть взаимосвязь с другими клиниками, чтобы общаться и получать в том числе и помощь более высоких специалистов в этой части. Но пока я вижу, что даже лечение в больнице, результаты этого лечения у нас сейчас очень хорошие. Вот я вам привела все цифры. Поэтому, конечно, мы волнуемся все за свои здоровья. Конечно, вы правильно делаете, что звоните. Но паниковать в данном случае не нужно. И еще я хочу отметить, что ряд вопросов касаются войсковой части, потому что они не входят в нашу общую статистику. Вот могу вам назвать цифры. На вчерашний день 18 больных – это военнослужащие наши, из них один госпитализированный. И 32 человека у них контактных вокруг это больных. Если вы переведете опять в это в проценты и все остальное, вы увидите, что у них ровно такая же ситуация. Они живут в таких же условиях, как и мы, работают в таких же условиях, как и мы. И уровень инфицированности, и выявление у них этих заболеваний ровно такой же, как у нас с вами. Вот нигде никаких чудес. Все понятно и все прозрачно. И при таком уровне, при таком коэффициенте роста мы полагаем, что сейчас, вот до конца октября, мы не увидим резкого снижения заболеваний коронавирусной инфекцией. Мы должны только следить с вами за тем, чтобы у нас инфицированные не ходили на работу, а вопросы такие тоже есть. Мне не сообщили вовремя, вот я подождала день-два, мне не позвонили, что анализ был отрицательный, и я пошел. А потом на третий день позвонили, а я, оказывается, был инфицирован, а я везде гулял. Поэтому у нас введены с вами меры профилактики, меры защиты или безопасности для того, чтобы не заразиться в условиях, когда на самом деле много больных разными другими инфекциями. И раз уж вот мы заговорили про разные другие инфекции, я, во-первых, хочу вас сориентировать, чтобы вы в том числе иногда на наш сайт межрегионального управления номер 50 заходили, и мы там пишем о том, какие группы и классы находятся на карантине, с какой у нас водка заболеваемости, и пишем о других инфекциях. Ведь жизнь продолжается. То, что мы сейчас с вами соблюдаем меры профилактики от COVID-19, они нам с вами очень помогли в этом году от нашей болячки городской, ГЛПС, геморрагической лихорадки с почечным синдромом, который переносится тоже воздушно-полевым только уже, не воздушно-капельным, а воздушно-полевым путем, и нас это защищает, у нас снижение заболеваемости ГЛПС, потому что мы носим многие маски и не заражаемся. Я хочу вас предостеречь, у нас последние теплые дни, начнется холод, начнется миграция грызунов в наши дома, будьте, пожалуйста, бдительны. И еще одна очень важная новость. Среди двух павших лис, которые найдены, трупы которых найдены у нас в городе один около плотины, а другой в Тизе, у одной из лис, которые нашли в Тизе, выявлены тельца Бабеш и Негри, которые говорят о заражении бешенством. Соответственно, на город будет наложен, вот уже, я полагаю, наверное, с сегодняшнего дня, карантин по бешенству. И привлекаю всех лиц, у кого есть животные, привить их от бешенства и быть в этом плане аккуратными. Желаю вам здоровья, всего доброго, до свидания.